Компания Microsoft внесла много изменений в операционную систему Windows 10, которые должны были помочь забыть о некой неудаче Windows 8. Однако, не все новые идеи Microsoft можно признать успешными. Так, компания показала тенденцию к слишком навязчивому продвижению своих сервисов Windows 10. Некоторые даже называют это рекламой, хотя в Microsoft наверняка не согласились бы с таким определением. Теперь нечто похожее на рекламу стало появляться внутри проводника Windows. Там операционная система предлагает пользователям оформить подписку на облачное хранилище OneDrive. OneDrive встроен в Windows 10 и связан с учетной записью Microsoft. Все пользователи получают бесплатно 5 гигабайт дискового пространства. За деньги можно получить объем до 1 терабайта. Сюда же входит подписка на сервис Office 365. Если они вам нужны, то сделка может быть довольно выгодной. Но это вовсе не значит, что нужно рекламировать это предложение, когда вы просматриваете собственные файлы. Реклама появляется в виде баннера сверху проводника, напоминая пользователям о том, что они могут получить OneDrive и Office 365 за 7 долларов в месяц. Можно нажать на баннер и оформить подписку или отказаться от предложения. Однако, этот баннер в будущем может появиться снова. Некоторые пользователи видели его впервые еще несколько месяцев назад, но в поле зрения прессы он попал на прошлой неделе. Это не первый раз, когда Microsoft показывает рекламу в интерфейсе Windows. Раньше сообщалось о рекламе на экране блокировки, выдающей себя за обои, о рекламе в уведомлениях браузера Edge и о рекламе персонального ассистента Microsoft в браузере Chrome. Реклама в OneDrive в проводнике уже не столь не видна, как некоторые другие рекламы Windows в прошлом. Кроме того, она управляется не той же настройкой, что и другая реклама Windows 10. Для отключения нужно открыть в проводнике вид параметры, вкладка вид и убрать галочку с поля показывать уведомления поставщика синхронизации. Если вы не используете OneDrive, отсутствие синхронизации не будет проблемой. Вызывает удивление, что Microsoft озаботилась рекламой Windows 10. Быть может, разработчики решили, что пользователи привыкли к рекламе в интернете и реклама внутри операционной системы тоже не вызовет возмущения. Однако, за операционную систему Windows 10 некоторые пользователи платят деньги. Даже если они ее получили в виде бесплатного обновления, они все равно заплатили за лицензию предыдущей версии Windows, и реклама в ней кажется сомнительной практикой. Продолжение следует...